Другим темам. В рамках исполнения постановления президента о мерах по повышению эффективности государственного контроля за использованием земельных участков, в Ташкентской области создана рабочая группа по выявлению и устранению фактов самовольного присвоения земель и незаконных построек. На заседании, состоявшемся в прокуратуре столичной области, была проанализирована деятельность организованного в данной системе специального отдела. Подчеркивалась важность мероприятий, направленных на недопущение правонарушений, связанных в частности с самовольным присвоением орошаемых земель, незаконным строительством на этих площадях, отрицательным воздействием на структуру почвы. Сформированы областной, районные и городские штабы по эффективному использованию земельных угодий, предупреждение случаев хищения сельскохозяйственных земель, выявлению и устранению незаконных на них построек. Для чего выделили отдельные помещения, оснащенные компьютерной техникой, которая подключена к высокоскоростному интернету. Специалисты на основе современных информационных технологий изучают прежнее и нынешнее состояние каждого контура, сверяя имеющиеся документы. Члены рабочей группы начали свою деятельность по трем направлениям. Первое – это сканирование решений хакимов районов и городов. Второе – определение того, насколько эффективно пользуются земельными площадями министерства и ведомства и оформление кадастровых документов. Третье направление связано с работой, проводимой на местах по выявлению фактов незаконных построек и самовольного присвоения земель. В процессе мониторинга в Уртучертикском районе выявлено более 50 фактов нарушений действующего законодательства. К примеру, на территории Янгитулкун площадью более чем 6 гектаров, которая относится к занимающемуся садоводством, кролиководством и животноводством, обществу с ограниченной ответственностью Гинбар. Без соответствующих на то разрешительных документов обнесена забором. Такая же картина и вокруг предоставленного на временной основе дыханского хозяйства гражданину Мусаеву площадью 90 соток. Гражданин Хурбонов оградил таким образом 10 соток земли, находящейся в резерве района. А гражданин Мамедов самовольно построил коровник на двух сотках, который также в районном резерве. Рабочая группа областной прокуратуры провела беседы сельчанами и все незаконные постройки устранены на добровольной основе. Территория очищена от строительных отходов. Проведена опись решений местных органов представительной и исполнительной власти касательно выделения земельных участков. Создаются их электронные копии. Сформирован список всех решений и в день оцифровываются более тысячи документов. К сожалению, встречается факт грубых нарушений в этом плане и со стороны крупных предприятий и организаций. На основе соответствующего решения Хакима-Бикабадского района от 2009 года на территории схода граждан Махали-Илгор 10,2 гектара земли выделены для временного пользования на долгий срок узбекскому металлургическому комбинату. Во время изучения стало ясно, что работники комбината без разрешения самовольно завладели сельскохозяйственной площадью в 1,2 гектара соседнего контура. К тому же обнесли забором 400 квадратных метров. Областным управлением агентства по кадастру было направлено предупредительное письмо, после чего незаконные сооружения были добровольно снесены. Площадь для хранения химических препаратов бывшего территориального акционерного общества Тошкент-Агрокимя-Хамая решением общего собрания акционеров от 23 декабря 2019 года была распределена между 25 работниками по 4 сотки. Несмотря на то, что акционерному обществу не дано такого права, граждане для получения кадастровых документов подняли небольшие постройки. После разъяснения им незаконности подобных действий, данные сооружения были устранены на добровольной основе. Решением Хакима внесена ясность лишь относительно границ площади, которая не предусмотрена для проведения на ней строительных работ по возведению индивидуального жилья. 12 соток из общей площади, выделенной обществу с ограниченной ответственностью Хумо-Уч в Махале-Мирзу-Олубе Киангиюльского района для выращивания ситхозкультур самовольно присвоено проживающей на этой территории гражданкой Ахмедовой. Чуть позже она обманным путем, заверив, что участок ей выделен ширкатом для строительства жилья, используя поддельное решение, продают его гражданину Мадумарову за 13 тысяч долларов США, который, в свою очередь, не имея соответствующего разрешения, приступил к строительным работам и привел орошаемую площадь в непригодное для сева состояние. В отношении Ахмедовой и Мадумарова районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. А в Зангиатинском районе выявлено более 40 таких случаев. Так, на примыкающей к улице части одного гектара земли, принадлежащей специализирующемуся на животноводстве и обществу с ограниченной ответственностью, барракад, возведен забор, высота которого равна 2,5 метрам. В результате чего на более чем 2 метрах под ним ничего и не растет, нарушен состав почвы под стеной. После разъяснительной беседы забор был снесен, а площадь возвращена в сельскохозяйственный оборот. Обнесли забором 1 гектар земли. Сотрудники прокуратуры разъяснили незаконность наших действий. Сейчас добровольно сносим забор. Земельную площадь вернем в прежнее состояние. Согласно данным, предоставленным областной прокуратурой, в процессе описи в 655 случаях выявлены факты самовольного присвоения 773 гектаров площадей. В результате принятых мер в 142 случаев без малого 26 гектаров земли возвращены в резерв. В суды по 104 фактам внесены исковые заявления по возвращению 19 гектаров земель. Также в 70 случаях возбуждены уголовные дела, связанные с хищением 710 гектаров площадей. Внесены 3 протеста, 5 представлений, сделано 29 предупреждений. Возбудили 1 дисциплинарное и 5 административных дел. Изучение рабочей группы продолжается.